На родине Глинки, Вселенного Спаская, в первое воскресенье июня всегда оживленно. Люди с разных уголков Смоленщины приезжают сюда, чтобы окунуться в атмосферу того времени. Экскурсоводы рассказывают гостям о жизни и творчестве великого русского композитора. Показывают им невероятно светлый и добрый дом, где поют канарейки, а на каждом окне цветут цветы. Здесь я уже не один раз. Я работаю в самом языкальной школе. Мне Глинка близок, музыка его близка. И мне просто приятно это все поворошить в своей памяти, посмотреть на эти места, как здесь хорошо, уютно, музыкально. А в одной из гостевых комнат усадьбы артисты Смоленской филармонии исполняли музыкальные произведения великого композитора. Мы приезжаем сюда каждый год на закрытие фестиваля. Для нас это большая радость всегда принять участие в таком значимом событии не только для нашего региона, но и для всей России. На празднике также звучала и народная музыка. На огромной территории усадьбы выступали многочисленные фольклорные коллективы. Казах молодой, спонарависе, мы бывали на базаре, видели комедию, баба лошадь целовала, называла хитию. Базар большой, базарисе, Казах молодой, спонарависе. На фестивале гостей ждала не только духовная пища. На площади перед эстрадой расположилось множество летних кафе. С самого утра на территории усадьбы работали ярмарки продажи народных промыслов. Ключевым моментом на празднике стало торжественное возложение цветов к бюсту композитора. Почтив его светлую память, фестивальная программа продолжилась. Это мероприятие смогло объединить представителей всех поколений и гостей со всей Смоленщины. Смоленщины В этот солнечный летний день усадьба буквально ожила. На огромном лугу для гостей устроили концертный зал под открытым небом. Повсюду звучала музыка. Завершился Всероссийский музыкальный фестиваль на высокой ноте. И гости еще долго не спешили расходиться, уютно расположившись на скамейках вдоль пруда. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.